Официальные лица СМИ и Чеченские республики отреагировали на громкий инцидент в Москве, который оказался вовлечены азербайджанцы и чеченцы. Администрация президента Азербайджана в лице помощника главы государства по общественно-политическим вопросам Али Гасанова своевременно отреагировала на попытку некоторых сил придать криминальному инциденту социально-этнический характер. Правительство Азербайджана рассматривает данный инцидент как криминальный случай, происшедший на бытовой почве, и считает, что подобные факты не смогут навредить историческо существующим между азербайджанским и чеченским народами дружественным и братским связям, говорилось в заявлении Али Гасанова. Накануне официальные чеченские СМИ подробно изложили позицию помощника президента Азербайджана. На своевременное экстренное заявление Гасанова отреагировало и правительство Чечни. Как сообщает издание «Чечня сегодня», чеченская сторона в лице министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связями печати и информации Джамбулата Умарова выразила беспокойность служавшейся ситуации. Руководство Чеченской Республики знает об инциденте. Наши представители разбираются в подробностях конфликта и ищут защитников разборки, говорится в заявлении Умарова. Российский Первый канал подготовил репортаж о семинаре в Ереване, в ходе которого ключевые фигуры революции Никола Пашиняна обучали молодых людей из России тому, как устраивать перевороты. Сообщается, что мероприятия пытались хранить в Тане, однако информация просрачилась в СМИ. Благодаря скрытой съемке телеканала российские журналисты выяснили, что деньги на подобные мероприятия в Армении выделяют США. На форум привезли уличных активистов из Питера, пригласили звезд армянского переворота, говорится в репортаже Первого канала. Четыре полных дня их обучали механики протеста и тактики вербировки. Участников попросили не публиковать в соцсетях детали занятий, если не хотите, чтобы сюда ворвались люди с русскими телекамерами. Однако именно российские журналисты, которым удалось попасть на семинар, все и сняли. Самое печальное из увиденного – это то, что обычная российская молодежь никакая не протестная, а банально наивная. Семинары проводит Пражский гражданский центр. Финансируются они Конгрессом США по закону о противодействии противникам Америки посредством санкций. И организаций, подобных Пражскому гражданскому центру, множество. В сюжете подчеркивается, что примерно по такой же схеме американцы готовили перевороты в Украине и Венесуэле. Вечером в российской столице. Об этом сообщил один из участников встречи с азербайджанской стороны, пожелавший остаться неизвестным. Совершенно понятно, что обычный криминальный инцидент некоторые провокаторы попытались перевести в фазу громкого межнационального конфликта. В каком-то этапе сомнений в том, что это практически удалось, оставалось все меньше и меньше. Но трезвые умы с обоих сторон, среагировав на ситуацию вовремя и должным образом, смогли предотвратить искусственно возбужденный конфликт. А по сути, хорошо спланированную провокацию с далеко идущими целями. В первую очередь, с целью дестабилизации межнациональных отношений в Российской Федерации. Все началось с того, что один из чеченцев, некто Алихан, оскорбил некоего азербайджанца, а вместе с ним и весь азербайджанский народ, употребив нецензирные выражения в адрес всей нации. За это он был пойман группой азербайджанцев и в качестве наказания жестоко избит. Его заставили принести извинения всему азербайджанскому народу на камеру. Затем в пространстве социальных сетей появился некий Мансур Старый, выдающий себя за лидера всех чеченцев, причем такого, что его мало интересует мнение Рамазана Кадырова, который, по его словам, просто исполняет приказы этого самого Мансура. Так вот, приказ Мансура заключался в уничтожении всех азербайджанцев. Мансур, приказавший убивать азербайджанцев, чинить над ними физическую расправу везде, где угодно признался, что он пока болеет, что и без того было очевидно, судя по словам им произносимым. После приказа Мансура, якобы управляющего Кадыровым и чеченцами всей Евразии, группа чеченцев, по разным данным, от 50 до 100 человек налетели на кафе неолит азербайджанца Яшара Алиева. Затем по соцсетям стали муссироваться слухи о том, что кровавая бойня между азербайджанцами и чеченцами в Москве якобы в самом разгаре. Масло в огонь подлило убийство в том же юго-восточном округе столицы азербайджанского таксиста 52-летнего Гариба Оруджева. В Министерстве обороны Азербайджана обсудили вопрос поставок российского вооружения. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и Лобастов обсудили вопрос расширения сотрудничества в области внедрения современного российского вооружения в военные силы Азербайджана. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов обсудил вопрос расширения сотрудничества в деле поставок российского вооружения с военным атташе Российской Федерации полковником Игорем Лобастовым, завершающим свою миссию в республике. В ходе встречи сторонами было выражено удовлетворение нынешним уровнем военного, военно-технического сотрудничества, а также области военного образования между двумя странами.